Друзья, всем доброе-доброе утро! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Ну что, начинается новый день. Давайте будем делать кофеек. И это видео будет о том, я уже давно обещал, покажу, как приготовить лагман. Но приготовить не просто лагман, а вот заготовки, которые мне передала моя теща, она передает такие к борщу, вот передала еще к лагману. Вот готовится очень просто и получается очень вкусно. Давайте сделаем кофеечек. Кофе готов. Я еще, знаете, добавляю разные приправы. Ну, мне очень нравится кофе с имбирем. Вот имбирь. Раньше любил с корицей, но что-то корица уже не очень поднадоела. Вот с имбирем вообще класс. Вот так вот покупаете в магазине сухой, посыпаете и просто супер. Сделаем бутербродик из авокадо. Авокадо, ну, если кто не знает, нужно выбирать, чтобы он был мягкий. Вот, видите, прям мягкий-мягкий. Это значит отличный авокадо. Если твердый, то с ним ничего не получится. Нужно ждать, пока он дозреет. Разрезаем. Вот режем напополам. Я его даже немножко еще так подмял. И все. Вот, видите, как он выглядит. Берем вот это вот то, что в нем внутри. Плоть авокадо, так скажем. И размазываем по хлебу. Очень хорошо намазывается. Прям ложкой. Отлично. Но если твердый, можно еще размолоть блендером. Можно сверху добавить капельку соли. Посолили. И с кофейком очень круто, очень классно получается. Вот, и авокадо считается, ну, полезной. Так как тут, видите, растительные жиры разные. Я в этом не разбираюсь. Короче, вкусно. Вот. Так, ну что, давайте будем готовить лагман. В общем, для приготовления лагмана нам понадобится говядина. Беру по-разному. Я не знаю, в этот раз я взял, наверное, грамм 700. Или, да, где-то так вот. Или, может, 600. Вот, можно и килограмм взять. Потом макароны. Макароны я беру, смотрите, вот такие вот плоские. Видите? Вот. Ну, они как-то, мне кажется, вкуснее. Хотя они, наверное, все одинаковые. И следующее, это вот такая вот приправа. Короче, вот три ингредиента. Ну, заготовка уже, вот, не приправа. Так что, давайте вначале нарежем говядину. Поставим ее тушиться на часик. А потом сделаем все остальное. То есть, готовится очень просто. Первый раз я попробовал лагман. Это в Донбай. Вот. Это было очень давно. И это мне показалось очень крутейшее и вкусное блюдо. Особенно зимой. Вот. И оно такое прям очень сытное. Поэтому все, готовим. Говядину нарезал. Сейчас ее перекладываем в емкость от мультимарки. Добавляем немножечко воды для тушения. Все. Добавляем лавровый лист. Немножечко соли. Так. Вот я где-то пол чайной ложки. Даже меньше. Все. И ставим тушиться на часик. Я ее поставлю. Вот. Может можно было и сразу это добавить. Короче, Даша Лагман не любит. Поэтому я и отдельно делаю макароны. И отдельно мясо сделаю вот в чистом виде. Ну, просто я отложу потом. А потом мы это все перемешаем. Итак. Давайте ставим это все в мультиварку. Так. Выбираем режим тушения. Все. Тут два часа он длится. Но мы, наверное, минут сорок может потушим. Я потом Даши там заберу. Короче, вот в чистом виде вот эту говядину. А потом добавлю туда вот эту вот заготовку. Ну что, процесс идет. Уже сколько? 28 минут. Мясо тушится. Сейчас буду варить макароны. Сделал для Даши еще чипсы моего детства. Прям ой. Что-то они так подгорели чуть-чуть. Так. Ну. Капельку подгорели. Это ничего страшного. Они даже так вкуснее будут. Короче, вот такие эти сухарики. Вообще классная штука. Вот. Но это и так хлеб был черный. Поэтому они темные. Сейчас они остынут. Затвердеют. Будет вообще класс. Ну что, макароны уже готовятся. Так. Уже прошло 40 минут. В принципе, для Даши. Я сейчас немножечко отложу. Так. Вот она. Ну, она уже приготовилась. И будем сюда добавлять вот эту вот заготовку. Так. Я откладываю отдельно в чистом виде. Ну что, давайте будем выкладывать. Меня сейчас снимает Даша. Она тут решила стать моим личным оператором. Короче, вот это все сюда выкладываем. Выложили. Получается вот такая вкусная штука. Давай, Даша, я покажу. Вот. Мы сейчас перемешаем. И сюда нужно добавить еще воды. Чтобы оно наполнило вот так вот. Ну, сейчас увидите. И все. Это все очень просто делается. И потом оно закипит. И будет готово. Говядина получилась очень мягкая. Короче, по поводу говядины. Я вот, когда купил вот этот гриль свой. Я пошел, купил самую. Ну, короче, типа, одна из дорогих таких говядин. И мне сказали, чем дороже, тем будет мягче. На самом деле, короче, покупал дорогую, была твердая. Покупал самую дешевую, была твердая. На самом деле, просто нужно найти место, где вот я покупаю сейчас, ну, как. Так, одна из самых дешевых. И она всегда мягкая. Вот, короче, вот когда не куплю, всегда мягкая. Просто вот есть сетевые магазины. Просто нужно попробовать в разных местах покупать эту говядину. А так по-моему, у них там идет один поставщик. Если нашли место, где всегда мягкая, то вот я покупаю уже, не знаю, там год покупаю. Короче, всегда мягкая. Вот как ее не делай, всегда будет мягенькая. Поэтому, не знаю, там мраморная, не мраморная. Вот. Ну, просто надо найти место, где она будет всегда нормальной. Сюда мы просто, смотрите. Так, я думаю, хорошо видно. О, да, отлично. Вот. Сколько должно быть воды. Добавляем. Короче, получается, ну, типа не суп. Вот. Вот так вот. Ну, в оригинальном рецепте, конечно, лагман делается по-другому. Не так вот, как я показываю. Там все отдельно. Там отдельно зажариваются овощи. Отдельно зажаривается мясо. Это такой суперпростой и быстрый вариант. Но тоже очень вкусный. Все. Вот. Сейчас оно закипит. Ну, что, макароны сварились. Выключили. Так. Сейчас мы их выльем. Выльем. Воду с них сольем. Можно так правильно и говорить. Я просто снимаю и все делаю одной рукой. Так. Это есть. У меня, кстати, уже вот эта раковина черная треснула. У меня тут целая эпопея была. О, запотело стекло. Я ее думал раковину менять, но пошел путем наименьшего сопротивления. С обратной стороны замазал ее силиконом хорошенечко. И все супер. Еще с этой стороны промазал. Трещина там хорошая была. Уже долго пользуюсь. Все отлично. Так. Теперь добавим немножко оливкового масла, чтобы у нас там ничего не слиплось. Потому что слипается не только от сладкого. Но если макароны не полить маслом, они тоже могут слипнуться. Вот. Все. Отлично. Все готово. Будем есть лагман. И макароны. Да. Для Даши макароны с мясом. Держи вилочку. Все. Кушай. И так. Как будет выглядеть мой лагман. Берем макарошки. Вот такие вот плоские. Положили. Наверное, еще чуть-чуть положили. Наверное, еще чуть-чуть. Не жалеем. Они должны где-то пол тарелки занимать. Отлично. Теперь следующий этап. Берем то, что у нас приготовилось в мультиварке. Видите, оно тут вскипело. Сбурлилось. Насыпаем. Ну, оно такое как. Короче, как суп получилось. И теперь накладываем это все сюда. Оно такое. Блюдо само не должно получаться, как суп. Видите, мы это все заливаем. Вот. Есть. Оно просто должно вот это все покрыть вот этой водичкой. Есть. Меня много, ну, зрителей смотрят с разных стран. И есть зрители там, где лагман национальное блюдо. Конечно, они могут сейчас ужаснуться. Вот. Мне просто писали они. Говорят, Алексей. Делились классными рецептами. Я обязательно попробую. Вот. Вот, в принципе, вот это вот такой лагман у меня получился. Можно еще добавить какой-то аджики, чтобы он был поострее. Даша ест все по отдельности. Макароны с этим с мясом закусывает сухарями. Вот. Я добавляю в лагман еще этой аджички немного. Все. И это в морозную погоду прям суперское блюдо. Инструменты, которые нам могут понадобиться для употребления этого блюда. Ложка и вилка. Вот. Но профессионалы могут справиться одной вилкой, либо одной ложкой. Вот так вот. Смотрите, какой класс. Короче, это одно из моих любимых блюд. Я его в разных вариациях люблю. Вот. Просто класс. Ух, молодец. Справился. Одной ложкой без вилки. А то пишут мне, говорят, Алексей, бездельник. Ничего не делаешь. Вон, как хорошо поработал. Так что лагман получился просто суперский. Теперь можно немножечко и отдохнуть. Ну что. У нас настал вечер. Сейчас мы с Дашей будем делать одну очень классную штуку. Называется Christmas Tree. Вот. Короче, рождественское дерево. Его нужно сделать из пряников самостоятельно. Здесь, я так понял, уже будут заготовки. Но мне нужно будет сделать белковый крем. Вот. И, короче, вот это все дерево мы должны соединить с тобой. Ну что, ты готова делать рождественское дерево? Давай будем раскрывать эту штуку. Посмотрим, что там у нас внутри. Угу. Так. Что же у нас внутри? Смотри. У нас тут целый набор для этого, для рукоделия. Все, снимаем. Только пряники, Даш, давай договоримся. Будем есть, когда уже мы их сделаем. Потому что их и сейчас, в принципе, можно съесть. Да? И, в принципе, вкусно пахнут. Ну, они классно пахнут, да. Их нам нужно, смотри, разложить по размерам. Вначале самое большое у нас будет снизу. Потом больше, 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 больше. Вот они идут. Все. По размерам, в принципе, у нас все разложено. Итак, теперь самое главное. Сделать вот этот волшебный клей, который это будет все дело соединять. А вот крем. Нет, это не крем, это такая специальная штука, куда нужно будет вот этот крем готовый помещать и им все раскрашивать. Сейчас я это все сделаю. Тут есть инструкция. Улетела. А это верхушка у нас. А это улетела. Есть инструкция, как сделать вот этот белковый крем. Ну, в принципе, просто взбить белок, добавить туда в сахарную пудру вот этот волшебный белый порошочек, который сделает крем сладким. Вот так вот скажем. А это сейчас я открою. Так, чтобы приготовить крем, мне понадобится, он-то пишет одно яйцо, но они такие маленькие. Я возьму два яйца. Вот. И мне нужно отделить белок от желтка и взбить белок. Получится крем. Итак, все отделяется очень просто. Разбили яйцо. И так вот. Раз. И смотрите. Видите? Все. Оно стекло. Чтобы приготовить крем, мне нужен помощник. Вот берем белок. Я вот сделал побольше этого белка. Вот. Нет, это мы не выливаем. Это нам не надо. Нам нужен только белок. Теперь что мы делаем? Надо это долго взбивать. Бери, Даш. Нажимай. Будешь взбивать? Давай. И взбивай. Молодец. Держи. Да. И взбивай. Долго-долго. Молодец. Итак, смотрите. В принципе, я взбил. Он затвердел. И надо потихоньку теперь сыпать вот этот белый порошок. Давай. Потихонечку. Вот такой вот крем у нас получается. Давай попробуешь. Наверное, я просто пол пакета высыпал. Этой пудры сахарной. Пальцем пробуй сладкий. Эксперт, давай. Ну как? Отличный? Да. Все. Крем. Хочешь ты попробовать? Готов. Во время того, как я взбивал крем, произошло чрезвычайное происшествие. Кто-то откусил кусочек звезды. Итак, сейчас будет самое страшное для меня. Смотри. У нас есть... Я буду тебе подавать звезды, да? Вот она звезда. Держи пакет. Отсюда сейчас будет вытекать крем. Я тебе сейчас потихонечку его сюда налью. Смотри, как это будет выглядеть. Так. Нет. Крем тоже нельзя есть. А то ты сейчас весь крем у нас съешь. И что нам делать теперь будет? Так. Вот. Камеру поставил. Отлично. Смотри. Я наливаю сюда крем. Потек. Ой-ой-ой. Класс. Сюда вот держи. Надавливай. Не сильно. И вот по контуру. Здесь есть специальный вот контур. Надо рисовать рисунок. Давай. Ну что, получается? Или надо еще отрезать? Отрезать надо. Подожди, подожди. Отпусти. Сейчас. То я просто боюсь дырочку делать большой сразу. Если я сделаю большой, она маленькая больше никуда не встанет. Вот. Давай. О, видишь, потекло. Теперь давай. Выдавливай. Я буду сверху держать. И вырисовывай. Вот. Класс. Классно? Течет? Отлично. И вот нам надо нарисовать вот такую вот снежинку красивую на этой елочке. И вот этим кремом мы будем соединять вот эти вот пряники. Получается? Ну, какой-то у меня жидковатый крем получился. Ну, короче, рисуй все, что хочешь. Вот. Отлично. Молодец. Мы уже заканчиваем первую снежинку. А вторую снежинку Даша сказала, чтобы я сам раскрасил. Да? Мы будем по очереди с ней раскрашивать. Все. Класс. Давай. Следующую веточку. Давай будем ложить сверху эту снежинку, да? Которую. Которая идет большая. Вот. Надо ее вот так вот положить. По рисунку, смотри. Давай, ложи. Вот. Правильно. Все. Не нажимай, а то она сейчас поломается. Отлично. Эту снежинку буду я раскрашивать, да? Так. Мое творчество началось. Я сделаю это очень быстро, потому что я мастер по разрисовке снежинок. О, как красиво. О, как красиво. Классно? Угу. Так, делаем такие эти. Раз. Есть. И теперь такие веточки. Ну, какой-то крем очень жидкий получился. Ну, ладно. А папа тоже не получается. Не, ну, получается, но не так, как на рисунке. Ну, обычно на рисунках всегда лучше получается, чем в жизни. Но зато в жизни это по-настоящему. На рисунке же оно только нарисованное, правильно? Теперь сверху ставим снежинку, да? Вот так. Отлично. Все. Теперь ты будешь разрисовывать. Отлично. Вот, смотри, тоже стало быстрее раскрашивать. Молодец. Так. Ну что, вот финальный элемент. Эта звезда должна стоять сверху. Ну, вот я ее держу, держу. А она что-то не хочет становиться. А нет, все, прилипло. Ну, мне кажется, она сейчас может упасть. Или не упадет? Упадет. Да, она падает. Наверное, здесь надо отъесть какую-то ямку, чтобы в ямку ее поместить. Все, я ее закрепил. Пришлось сделать ямку. И сейчас с тобой будем посыпать снежинками. Так, вот они наши снежинки. Давай будем посыпать ее снежинками. С разных сторон, хорошо? А их можно есть? Конечно, это все съедобное. Давай, посыпаем. Сверху. А у тебя руки липкие, они к рукам прилипают. Давай тоже помогу. Можно? Здесь. О, смотри, как классно, да, стало? Вот. И надо еще вот так вот бросить, чтобы они попали. На веточке нашей елки. Вот такая красота получилась. Я еще сверху немножко полил этим кремом, добавил его. Все, теперь у нас ответственная задача. Дождаться, пока елка высохнет и эту елку потом съесть. Ну что, уже прошло 5 минут. И за 5 минут, я думаю, оно высохло. Высохло? Классное? Угу. Есть можно? Угу. С молоком круто? Угу. Вы молодцы? Угу. Ну что, на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Теперь у нас сложная задача. Все-таки дождались мы, пока она высохнет. Вот. Ну, за 5 минут как бы подсохла капельку. Теперь наша задача съесть эту елку. Вот. Я желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. Да. Молодец. Абсолютно все правильно сказал. Миллион лайков ставьте. Ну, когда-нибудь может и будет миллион лайков. Вот. Всем всего самого лучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. И ротинка, подписывайтесь на канал.